Сегодня я проведу эксперимент, демонстрирующий принцип неопределенности Гейзенберга. Здесь у меня зеленый лазер, направленный на небольшой парорез в другом конце комнаты. Этот парорез можно отрегулировать так, чтобы он стал уже или шире, и луч лазера проецируется на доску за парорезом. Как вы думаете, что случится с точкой, когда я буду сужать щель? Давайте посмотрим. Вы видите именно то, что и ожидается. Точка становится все уже и уже, ее размер уменьшается. Все вполне логично. Если вы остановитесь здесь, то никогда не поймете, что тут работает принцип неопределенности Гейзенберга. А если вы продолжите, произойдет кое-что странное. Когда вы сделаете щель еще уже, точка начнет расширяться. Невероятно, правда? Вы делаете щель меньше, а точка становится больше. Чем уже прорез, тем больше точка. Чтобы понять это, нам необходимо ознакомиться с принципом неопределенности. Принцип неопределенности чаще всего выражают как Дельта Х, Дельта П. Больше или равно H, разделенное на 4P. Что же это все значит? Речь идет о позиции и моменте импульса частицы. Х это позиция частицы, а P ее импульс. Дельта Х это неопределенность позиции, а Дельта П неопределенность импульса. Если вы умножите две величины, они всегда должны быть больше или равны H, разделенному на 4P. H это постоянная планка, и о ней стоило бы сделать отдельное видео. Но для наших целей скажем, что это просто очень маленькое число. В нашей повседневной жизни мы не встречаемся с отношением неопределенности, потому что все намного больше, чем H. Но когда мы стали уменьшать разрез, мы тем самым уменьшили Дельта Х. И мы получили все более точную информацию о месте нахождения фотонов, проходящих сквозь щель. И в определенный момент мы достигаем этого ограничения, при котором, уменьшая размер разреза, мы нарушаем это отношение. Но чтобы не дать этому произойти, начинает расти неопределенность импульса. Надо уточнить, что речь идет о неопределенности импульса в горизонтальном направлении, в направлении Х. Так что если раньше фотоны двигались только прямо, теперь они должны отклониться направо или налево, чтобы не нарушить соотношение неопределенности Гейзенберга. И чем больше вы уменьшаете вашу неопределенность в положении, чем уже вы делаете разрез, тем больше растет неопределенность импульса. Так что если фотоны начинают лететь больше вправо и влево, больше становится и сам луч. Это очень-очень контринтуитивно. Но мир работает именно так. И еще одно. Я должен сказать, что это объяснение эксперимента немного спорно. Как минимум я и Генри с минуты физики много спорили о том, насколько все это контринтуитивно. Если вы считаете свет волной, то все, что здесь происходит, можно объяснить дифракцией. Это феномен, при котором, если волна проходит сквозь щель, она изгибается на углах и расходится во все стороны. Это объясняет расширение луча. Но тут разговор уже идет о самой природе света. Волна он или частица? Это кое-что, о чем я хотел бы поговорить в ближайшее время. Но у Генри есть прекрасное видео о принципе неопределенности, которое делает все это намного более интуитивным и менее жутким. Это очень доброе видео. Спасибо всем зрителям, поддержавшим мою кампанию по сбору средств. Благодаря вам этот канал продолжает существовать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok